Я хочу обратиться к Севгиль Мусаевой, главному редактору «Украинской правды». Во-первых, Севгиль, я хочу поздравить тебя и всю вашу команду Михаила Ткача с такой блестящей журналистской работой. Это действительно важно. Скажи, пожалуйста, вот у меня вопрос важный для нас, для всех журналистов. Украина гордится, всегда гордится, и Украина, у нее есть такая большая преференция тем, что она страна со свободой слова. Именно благодаря свободе слова у нас происходят позитивные процессы, у нас происходит сменяемость власти, мы никогда не скатимся в диктатуру и у нас будут соблюдаться права человека. Скажи, пожалуйста, вот если бы не журналисты, если бы не свобода слова, твое мнение субъективное, скандал с Трухиным, вернее не так, Трухин понес бы ответственность вот по всем статьям или его бы продолжил покрывать Владимир Зеленский и его команда? Ну, ответ очевиден нет, и это было очевидно с первого дня этого скандала, потому что, как вы знаете, когда эта информация просочилась медиа, люди начали звонить в редакции и снимать деньги за новости, собственно, придав этому еще большее значение и сделав этот ДТП общенациональным. И я бы хотела сказать, что тогда в августе 2021 года, когда событие только произошло, мы в том числе искали видео, их не было, как мы помним, и нашли короткое видео, где Трухин был, да, то есть мы в том числе подтвердили, что Трухин был на месте, потому что долгое время вообще было отрицание того, что он там находился. Ну и потом, естественно, было очень большое количество запросов, ДБР, мы держали руку на пульсе и, конечно же, мы искали все это время какие-то доказательства того, что он был на месте, виноват он или не виноват, потому что звучали в том числе версии, что он был пьяный, что он предлагал якобы деньги, да, это все обсуждалось и в политических кругах, и в том числе людьми, которые были в тот момент на месте аварии. Вот, и наконец-то на шестой месяц у нас получилось это видео достать и опубликовать, и мне кажется, что общество, судя по комментариям, которые мы видим на ютюбе «Украинской правде», правда, мы, общество там благодарны. И в том числе мы видим такую же историю с ситуацией с Вагнергейтом. Кто опубликовал информацию о Вагнергейте? Журналисты. Дальше историю про Гуту и том, что Ермак с Зеленским отмечали день рождения Ермака и при этом использовали вертолеты МЧС. Об этом тоже рассказали журналисты. Ну и это на самом деле не исключение для нынешней власти. Спасибо, что в этой стране есть хорошая расследовательская журналистика. К сожалению, у нас очень много органов правоохранительных стало больше после революции достоинства, в том числе и ДБР. И если вы помните, что ДБР или Государственное бюро расследований вначале должно было стать аналогом ФБР. И были большие надежды, в том числе и у западных партнеров, которые поддерживали эту реформу. И во что сейчас превратилось ДБР, мы тоже можем наблюдать. Потому что одно дело, когда расследуется дело Трухина, да, и мы смотрим, как руководство ГБР пячет голову в песок. А другое дело, какие-то другие истории. К примеру, историю с тем же нардепом Геуллиросом. Мы, кстати, писали материалы об этом, сравнивая, как правоохранительные органы ведут себя в той и этой ситуации. Ну и так далее, да. То есть мы смотрим в этой ситуации во всей, даже с ДБР, даже в истории с Трухиным, да, что есть Государственное бюро расследований, есть национальная полиция. И они сейчас играют фактически в корпоративный футбол, перекидывая мяч друг другу, кто из них виноват. ГБР обвиняет нацполицию, что она не передала это видео. Нацполиция и Министерство внутренних дел вообще сделала так, судя по всему, крайним, чуть ли не патрульного, да, и ДБР в том числе, что якобы патрульный им не предоставил это видео. Это, конечно, очень смешно, учитывая то, что действительно это все видео у нас снимается на сервер, и оно есть в доступе. И мы в том числе в расследовании Михаила Ткача... Он реально себя не имеет. Да. Михаил Ткач, ссылаясь на своих собеседников, в том числе говорил о том, что Денис Мастырский это видео видел. Скажи, пожалуйста, а чем так важен Александр Трухин для Владимира Зеленского? По многочисленным источникам, сопередникам украинской правды, в том числе даже не связанных в истории с ДТП, мы слышали это намного раньше, до ДТП еще, да, Александр Трухин отвечает за бюджетные вопросы не только как заместитель главы бюджетного комитета, но и как народный депутат, и в том числе отвечает за, скажем так, неформальные выплаты, потому что эта история тоже обсуждает активно уже больше года о том, что слуги народа получают, скажем так, зарплату в конвертах. Называются разные цифры, и при этом, насколько мне известно, и я надеюсь, рано или поздно эта информация в том числе станет достоянием общественности, в Национальном антикоррупционном бюро есть дела относительно, есть, скажем так, расследование относительно этих зарплат в конвертах.